Владимир, пожалуйста, я знаю, история просто потрясающая. Всем доброго времени суток. У меня история, конечно, началась очень давно, еще с юных лет я занимался футболом, профессионально, очень сильно занимался. Все помнят, в Советском Союзе был кожаный мяч, я с ним объездил и всю Украину, и пол Союза, и вот получил я травму коленом. И на это моя футбольная карьера как бы накрылась. У меня бурсит, под коленом скапливалась жидкость, мне еще при Союзе делали операцию, потом еще здесь, в России, еще две, но операции ничего не приносили, никаких результатов. Жидкость, она скапливалась, и при нагрузках уходила туда дальше, и даже до поясницы доходила. Поэтому очень сильно болезненно мне это давалось. Пришлось поменять свою специальность, которую я не по той пошел. Приходил с моря и уезжали опять в санаторий. Жена покупала какие-то путевки, ездили по всей России, за границу ездили, в Китай, конечно, ну и моя любимая Корея. Пусан, Камчатка, грязевые ванны, радоновые ванны, все это временно было, просто временно. Пока там 2-3 месяца, и все, и все опять возвращалось на круги своя. Пока, как я не сказал, моя жена не вляпалась в этот Коралловый клуб. Очень хорошо она вляпалась, потому что все остальные результаты ничего не приносили. Конечно, поначалу у меня тоже не было никакого такого сильного доверия. Ну, принимал продукцию, да и принимал. Ну, вот тут, улетая на Камчатку, жена собирала Коралловую продукцию, такой, сиротскую пайку. Ну, сами понимаете, багаж 20 килограмм, а тут у меня еще и белурон в придачу. Ну, куда? Ну, у нее свои методы, короче, этот белурон оказался у меня в багаже. Ну, в море, как обычно, я пил, там утром коралловую воду начинал. Ну, и, конечно, стаканчик вот этого белурона. Ну, мужики, конечно, ржали с меня, да лучше бы ты водки взял бы, что-то ты утром, стаканчик белурона. Дни через 20 я уже заметил, что я это колено всегда берег, а тут я вот, что-то как-то у меня так получилось, что я на него вот и присел, и все нормально, вот как-то по неосторожности. Ну, пришел в каюту и проверил, почему оно у меня не сгинало, и все. А тут я начал приседать, и все хорошо, оно у меня сгинается, все. Ну, конечно, я, конечно, за телефон, и, конечно, я потом высказал же мне, что ж она мне раньше этот белурон не давала. Ну, вот такая у меня история с белуроном. Теперь с белуроном я периодически, раз, полгода я принимаю его и очень с ним хорошо дружу. А я знаю, что ты кроме белурона, у тебя было еще несколько продуктов, которые ты там принимал, поэтому давай расскажи еще про них. Басвелия у тебя была? Да, басвелия, конечно, все это вот. Ну, конечно, и остальные продукты, конечно. Кроме басвелия? Ну, да, перед этим самым, конечно, я перед белуроном, конечно, проходил очищение. То есть, да, и паразитарную программу. То есть, поначалу я, конечно, не доверял, просто проходил вот как бы так. Ну, ладно, мы уже все за много лет все попробовали, давайте это попробуем. Ну, когда результат получил, конечно, вот коралловая продукция для меня теперь это, ну, просто все. Вот такой результат. Ну, благодарю, Владимир, благодарю сердечно. И вообще, когда мужчина делится таким результатом, знаете, это дорогого стоит. Конечно же, у жены есть свои методы, но при этом... Я не буду рассказывать, как я уговаривала. Но при этом я понимаю, что если бы не было таких потрясающих результатов, наверное, бы и не пошел бы к микрофону.